Кормление пожилых собак имеет особое значение и особые условия. При достижении определенных возрастных категорий затраты энергии у животного становятся гораздо меньше, но требуется более интенсивное количество белковых компонентов, потому что начинают развиваться метаболические процессы, которые стремительно иссушают мускулатуру. И для того, чтобы сохранить мышечную массу, требуется компенсация белковых компонентов, и достичь полноценного состава мы можем только увеличением этих компонентов в рационе. И очень часто, когда владельцы по недосмотру или считают, что для собаки всегда будет адекватен и актуален ее привычный рацион, оставляют корма категории ДАЛТ, но уже животному больше 7 лет, то мы можем наблюдать проблему, связанную с мышечной атрофией и параллельно протекающим признаками ожирения. Корма для пожилых животных содержит меньшее количество калорий, но большее количество белков. Плюс нередко возраст приносит еще и другие неприятные последствия в виде обострения хронических заболеваний, нарушение функции почек, печени, и это на ранних этапах можно корректировать именно составом рациона. Как правило, рационы для пожилых животных уже содержат меньшее количество фосфатов, что облегчает работу почек, меньшее количество кальция, которое, в принципе, не нужно для стареющего животного, и это профилактирует перегрузку почечной ткани. В дальнейшем, когда животное достигает уже более высоких возрастов, существует категория рационов, позволяющих максимально приблизить необходимый состав компонентов конкретно на данный возраст. Животные, уже достигнув возраста после 7 лет, также имеют серьезную проблему с функцией пищеварительного тракта, и нередко мы наблюдаем частое обострение панкреатитов. Применение рационов для категории сеньор содержит мало жира, что обеспечивает более комфортную работу поджелудочной железы и кишечника. Соответственно, это улучшает общее самочувствие животного и обеспечивает всеми необходимыми компонентами для сохранения здоровья. Рацион для стареющих кошек также имеет определенные особенности. Если сравнивать его с рационами для собак, он также должен иметь достаточно большой объем белковой составляющей. Плюс ко всему, кошка в основном получает энергию из белковых компонентов рациона, но количество жиров для кошки всегда превалирует и становится больше по сравнению с рационом для собак, и кошки хорошо переносят жирные рационы. Корректировка, как правило, проводится по сравнению с кормами для животных обычных возрастов до 7 лет, но в большей степени ориентируется по условиям жизни кошки, насколько она активна, выгуливается ли она на улице, или большую часть времени проводит в квартире. И, учитывая все эти составляющие, можно обеспечить более полноценным составом рациона, используя как специализированные возрастные корма, так и корма для стерилизованных животных, или корма, специально разработанные при различных, скажем так, патологических состояниях. С возрастом у кошки часто возникают проблемы с мочеводелительной системой, страдают почки, и хорошим свойством обладают корма начальных стадий корректировки почной недостаточности, которые сейчас доступны в реализации. Плюс ко всему, эти рационы часто позволяют профилактировать и другие метаболические нарушения, которые у кошек развиваются с возрастом.